здравствуйте дамы и господа приветствую вас на нашем канале макс наш об ну что ж поговорим о новинке 2023 года этот нож успел засветиться в качестве прототипа еще до нового года это нож nuker от компании nox design александра берегова данный нож нас выходит в двух вариантах комплектации значит первый вариант у нас идет полностью черный с обработкой black titan клинок идет со сталью aus 8 на клинке и характерным вот таким вот контрастом фурнитуры и рукоятки выполнены стеклотекстолита g10 очень интересное решение по дизайну такие элементы интеграции сверху накладки потом что еще значит ну по стандарту конструкция у нас замок liner lock этот нож идет на подшипники еще что хочу сказать обратите внимание какой у него небольшой изящный крайне маленький плавник но благодаря во первых размеру клинка во вторых хорошей механики проблем с флипом не возникает я вот почитал же комментарии как-то все его сравнивают стал варом ну не знаю как по мне разноватые ножи но интересно вас послушать просто это вот проблема наверное нажима на смотреть через призму какой-то более известной модели на что-то подобное я лично погружаюсь конкретную модель нож несмотря на свои довольно таки приличные размеры у него полная длина 260 миллиметров довольно таки управляем и легок вот тонко сведен по обуху по моему три с половиной миллиметра высокие спуски у ножа эдакий резак вот стоит обратить внимание еще на бэкспейсер который перетекает вот в такое вот двойное темлячное отверстие тоже интересное решение что-то подобное было на модели фантом и есть клипса довольно таки приличного натяжения но в совокупности с такой приятной обработкой g10 я думаю не критично восточные корни имеет нож ну собственно говоря и название об этом говорит и подтекста архитектуры клинка самого но я бы не сказал что он прям такой пчака подобный клин довольно таки агрессивный нету вот этого вот ярко выраженного трейлинг-поинта с тупым носом да как у того же пчака здесь нож такой более агрессивный второй вариант комплектации нас идет первая рукоятка двухцветная коричневая черная g10 стеклотекстолит клинок засатинирован на клинке сталь d2 вот тут как говорится вопрос ну не только визуальный но еще и приоритетов какое железо вам ближе что вы преследуете вот эксплуатируя данные изделия вот я думаю не стоит тратить время на рассказ про то какая разница между сталью aus8 d2 плюсы и минусы всем известны визуально кстати говоря вот в сатине нож кажется больше клинок кажется больше шире массивнее что ли если так можно выразиться вот ну у черного прикольный вот этот вот контраст еще что хотел бы сказать что несмотря повторюсь на эти размеры он довольно таки довольно нож компактный в сложном положении я имею ввиду узкий вот нет не толстый не широкий вот и на кармане предполагаю что не будет досаждать вам вот вот такой вот но шнукер симпатичный язычок очень интересно будет послушать ваше мнение модель свежая так в принципе по большому счету пока можно только пофантазировать вот но тем не менее значит осевой механизм здесь под плоскую отвертку еще обратите внимание на насечки под прямой хват да и еще хочу сказать что что финским хватом что глубоким что классическим что обратным нож очень удобно держать предполагаю что определенной когорте нажиманов рукоятка это будет узковатая тонко тонковатая возможно но мне так 50 на 50 сразу скажу меня очень сильно подкупает в принципе харизма ножа в целом это что он довольно таки изящный и не ломовитый вот несмотря на свои размеры вот такой вот красавчик мукер ссылки на товары на один на второй с полными ттх и ценами я оставлю на закрепленном комментарии дорогие друзья вот как обычно подписывайтесь ставьте лайки пишите что думаете вообще вообще в принципе касаемо концепции восточных ножей формате фолдера ну и как обычно добрых ножей всем хорошего реза до скорых встреч друзья всем пока